Ты деньги находишь, мы сразу, не оттягивая время, нам же важно как можно быстрее заработать, тем более у тебя маленький ребенок, тебе деньги нужны. Как только ты находишь деньги, мы сразу с тобой делаем запуск в бизнес, я тебе сразу рассказываю всю систему, подключаю тебя к видеоматериалам, в котором есть вся система, что конкретно делать, где брать людей, как проводить встречи и так далее. И мы прямо сразу начинаем с тобой активно работать, потому что моя цель вывести тебя в ближайшие 3 месяца, чтобы ты уже вышел на 100 тысяч в месяц. И поэтому на эту цель мы с тобой будем работать, хорошо? Отлично, я пошел искать деньги. Смотрите, что я сделала в этот раз. То есть получается, что мы, я нашла мотивы, да, то есть если человек, то есть у человека действительно есть было увлечение, о котором я вчера узнала. То есть я об этом слышала, да, раньше, да, но вчера, мы с тобой как раз проговорили, да, про то, что ты был диджеем, все. И это то, что ему реально нравилось. И я понимаю, что мы с этого, мы с этого начали, я увидела его горящие глаза. Это значит, что, понимаете, если человеку есть что-то, вот, есть некоторые вещи нематериальные. Кто-то любит, кто-то хотел бы заниматься, там, быть диджеем, кто-то хотел бы жить в море, да, кто-то хотел бы иметь, там, свой сад и его, там, выращивать, чтобы у него был дом, дом, семья. Кто-то хотел бы, чтобы, ну, например, там, заниматься своими ребятишками, там, женщина, да, она хочет, там, сидеть дома, быть с детьми со своими, чтобы у него был дом, там, полная чаша и так далее, да. и, соответственно, я могу предложить пассивный доход, чтобы она имела этот дом, мне надо было ходить на работу и так далее. Я рисую, когда я узнаю, какой мотив у человека, тогда я, соответственно, могу ему это и дать, и показать ему, как он к этому может прийти в рамках нашей компании. И поэтому мы вот дальше уже смотрим, как он сможет это реализовать. Моя задача, то есть человек за мной пойдет тогда в этот бизнес, тогда, когда он будет видеть путь, как он свою мечту здесь реализует. И я ему показываю этот путь, я его провожу по этому пути и говорю, вот моя рука, мы с тобой вместе. Я ему не гарантирую, что я вообще ему, что мы с ним, я его доведу точно, что он там был purple, diamond star. То есть я ему показываю про реальные чайки, потому что если есть люди, которые это сделали, значит он тоже это может сделать. Тут зависит уже не от меня, зависит будет от него, будет ли он вообще реально работать или нет. Потому что я со своей стороны гарантирую свою поддержку, я гарантирую свою помощь, я гарантирую, что я не брошу, что мы будем вместе это делать. А дальше получается, да, будет зависеть от него. Но я есть, я готова помогать. Можно? Да. У меня всегда один вопрос по этому пути. Есть какая-то ремарочка? Я услышал у тебя слово, если ты реально готов включиться. То есть я иногда по-другому говорю. То есть как там подобрать слова, либо правильно так говорить, либо я говорю, если ты не будешь работать, то ты на меня потом не обижайся, что я тебе обещал вроде как. Это ты изначально получается закладываешь, почему у него должно не получиться. А я ему показываю, что если он включится, он достигнет. А ты получается сразу типа себя ответственно снимаешь. Нет, я никогда не снимаю ответственность. Просто потом начинает. А типа ты мне обещал, что я отобью, я не отбил. Подожди, нет, нет. Здесь вопрос изначально, да, то есть мы по-разному ставим вопрос. То есть я человеку точно могу сказать, что он может здесь заработать. Потому что если есть люди, которые уже зарабатывают, чем ты хуже? У тебя есть руки, ноги, у тебя есть голова, у тебя есть язык. Если один человек смог это сделать, значит ты сто процентов сможешь его повторить. И здесь уже дальше, да, то есть получается другой вопрос, как это сделать. Я готова помогать, мы можем вместе с тобой идти, вместе это делать. И я не буду искать здесь виноватых, да, кого-то. То есть если человек будет мне в какой-то момент говорить, вот, у меня не получилось, ты виноват, мы с ним вместе проговорим, а что он такого делал, да, то есть я не буду на себя брать ответственность эту за его путь. Потому что у каждого, да, здесь свой путь. И мы здесь, у каждого свой бизнес в партнерстве с компанией Вилови, да. То есть получается он партнер компании Вилови напрямую. Я всего лишь проводник, я всего лишь наставник, который может ему показать, как это сделать, поделиться опытом. Но он сам проходит этот путь. И поэтому получается, здесь я не говорю, что там, то есть у него нет возможности меня вписываться. Я не говорю, что типа если не будет ровно, я говорю, что тут реально пахать надо. Ну как мне пахать надо, поработать. Здесь, ну как в любом бизнесе, я говорю о том, что если ты готов включиться. То есть это та вот самая ремарка, если ты готов включиться. Я ему говорю, если ты готов включиться реально, я тебе готов помогать. Я тебе помогу, я тебе со своей стороны эту поддержку обеспечу. Я тебе познакомлю с теми людьми, которые реально зарабатывают. То есть ты можешь, действительно у нас есть система, ты можешь и сделать. Ты можешь изучать опыт других успешных, да, людей вообще в принципе сетевой индустрии. То есть получается, если есть люди, которые это сделают, то ты 100% это можешь повторить. Ну, видимо, вопрос был в том, что просто какая ситуация, и люди иногда просто, наверное, говорили, я не замечал, то они сразу от того же обратного мне говорили, а если не получится, я, наверное, отдавался, да, и я говорю тоже следую. Здесь вопрос в том, что ты можешь одну и ту же ситуацию рассмотреть с разными сторонами. Вопрос, чего ты хочешь. Я человеку показываю, ты, у тебя есть инструмент, да, у тебя есть инструмент, инструмент компании «Филавия», у тебя есть инструмент в виде меня в качестве наставника. Ты можешь им пользоваться, и ты можешь достичь результата. Я показываю ему, как ты уже достигнешь. Я уже показываю здесь сейчас, что ты его здесь будешь иметь. И, соответственно, он, видя вот эту картинку, он покупает не бизнес-хот, он покупает не контракт, он покупает вот это будущее, которое он здесь будет иметь. Я ему сейчас, то есть я, что я сделала с Акаши, я ему показываю вот эту вот мечту, как он будет здесь, внутри нашей компании организовывать вечеринки, да, как он будет диджеем, как у него будет уже доход, как он уже сможет обеспечить свою семью, своего ребёнка, как он уже достигнет результата. Я ему вот этот путь весь, если я буду фокусировать его здесь вот на пути, на то, какой он может, почему он может получиться, почему он может не получиться, это путь. А я ему показываю, что ты будешь иметь вот это. Да, нужно пройти путь. Да, я тебе его покажу. Но я тебе покажу его тогда, когда, то есть вот ты активируешь контракт, мы с тобой прям пошагово будем идти, и я тебя за руку буду держать. И вот это я ему показываю вот это. Пойдём делать? Пойдём. Смотрите, какой ещё есть момент, да, который я иногда применяю на встречах. То есть я его сейчас не делала, но бывают такие ситуации, когда, например, то есть я захожу с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Если я вижу, что, например, человек ещё сомневается, да, я ему говорю о том, что смотри, давай сделаем таким образом. Давай посмотрим, что будет в случае, если ты, например, не будешь заниматься вилови. Ну, допустим, предположим, не буду, не буду вилови, да. Какие плюсы, какие минусы? Ну, плюсы ты сэкономишь деньги, да, то есть деньги у тебя эти 34-400 ты не потратишь. Сомневательно ко мне. Ну, тем не менее, да, то есть я показываю. Что ещё? Ну, то есть ты будешь там заниматься тем, чем ты занимаешься, то есть ты будешь там смотреть телевизор, может быть там общаться с друзьями, так же, как ты общался, приходить с работы, не знаю, там готовить еду. Ну, то есть в принципе ты там те воскресенья, выходные там потратишь ну просто на себя, на уборку дома и так далее, да. Какие минусы? Ну, то есть ты так же, как и зарабатывала сейчас, например, там ты зарабатываешь там свои 30, 50, там 70 тысяч, то есть ты так, в принципе, твой доход, доход стабильный, да, который у тебя есть, ну, то есть неизвестно как, ну, то есть мы не знаем, что будет через 5, через 10 лет, да, изменится он, не изменится. То есть у тебя, ты скорее всего, ты будешь думать о том, что, а вдруг, если бы я начала, вдруг у меня получилось бы, не получилось там, сожалеть, будешь наблюдать, потом скажешь, вот у меня была возможность зайти в самом начале, да, а я там не зашёл и так далее. Какие... Если я буду заниматься, например, вилови, какие плюсы, какие минусы, да, плюсы-минусы, то есть в случае, если я начну, если у меня получится, что я получу? То есть я буду зарабатывать, например, через, там, допустим, год, там 300-500 миллион, там, например, да, то есть, ну, есть же такие примеры, есть, то есть можно зарабатывать. Я буду там кататься на Мерседесе, я буду в путешествии, да, я буду, у тебя будет хорошая команда, у тебя будет уважение, у тебя будет признание, у тебя будет личностный рост, ну, то есть вот, что я перечисляю, что может ты получать. Ты можешь быть в команде, тебе будет весело, у тебя будет появиться насыщенная, интересная жизнь, да. Какие минусы? Ну, минусы, то, что реально может получиться, может не получиться, да, то есть, ну, какие минусы? То, что ты потратишь деньги, там, 34-400, но, с другой стороны, в принципе, ты же, знаете, деньги купишь продукт ещё со скидкой 30%. То есть, в принципе, да, ты не хочешь, заходить на 30%, ну, можешь зайти на 5 тысяч рублей. То есть, ну, инвестиции-то минимальные. Чего может не получиться? Ну, не получилось, ну, съешь ты просто продукт. Какие минусы? Минусов нету. Но есть плюс, да. Можешь не заниматься, да, ну, тогда вот сэкономишь деньги, ну, в принципе, останется то, что есть. Ну, то есть, давай взвесим, повесим, ну, взвесим на чаше весов. Что будет, если не начнёшь, что будет, если начнёшь? То есть, если начнёшь, то с большой вероятностью получится, потому что начало, потому что мы платим больше, потому что кайфовый продукт, потому что у нас классная тусовка, у нас много мужиков, у нас там то и всё, третье, пятое, да. Ну, то есть, получается, что, ну, смотря для кого-нибудь, да, то есть, получается, что я показываю преимущества, и у меня, получается, вот две чаши весов. То есть, получается, на одной чаше весов, если ты начнёшь, что ты получишь, на другой чаше весов, если ты не начнёшь, ну, что ты сэкономишь? Ну, то есть, ты просто экономишь вот эти деньги, да, и будешь жить так, как живёшь сейчас. Может быть, что? Я всё-таки попробую. Просто были такие ситуации, когда ребят на чаши весов кладут, не то чтобы я буду заниматься, чем я занимаюсь, у них какой-то свой интерес есть ещё. Вот у меня есть парень, он хочет свою фирму юридическую создать. И вот он уже 100 тысяч потратил, прогорел, ничего не получилось особенно. Но вот у него мечта создать юридическую фирму, он юрист, увлекается этим. Но с другой стороны, он понимает, да, говорит, классно, я знаю людей, которые в сетевом хорошо зарабатывают, у меня есть такие ребята. Но, блин, вот я видеть сейчас не могу, у меня сейчас вот этот вот приоритет. И вот он туда-сюда, туда-сюда. Смотри, в этой ситуации у меня были подобные ситуации с разными людьми. В этом случае я говорила, смотри, получается, что ты складываешь яйца в одну корзину, и в случае, если вдруг у тебя там что-то не получится, то есть, получается, ты на это сделал все ставки, и получается, ты несколько лет жизни ты просто выкинул, мало того, ещё инвестиции и так далее. Вот. И мало того, то есть, проект с тобой или без тебя, компания будет развиваться, ты просто упустишь время. Что ты можешь сделать? То есть, если ты хочешь заниматься, например, в принципе, эта тема тебе интересна, ты можешь просто взять и зонировать. Если для тебя тот проект важен, ты можешь на него, допустим, уделять 6-8 часов, допустим, в день твоему проекту и, например, 2 часа в день этому проекту. И дальше ты, например, пройдёт месяц, 2-3, ты можешь сравнить, как развиваются эти два проекта. Ты можешь понаблюдать, ты можешь посмотреть динамику, да? Потому что до тех пор, пока ты начнёшь, ты не увидишь этого. Потому что может так получиться, что ты, допустим, потратил год, два, три, пять на развитие своего проекта, а потом ты скажешь, блин, а чего же я не начал, да я упустил время. Поэтому я тебе предлагаю начать, ну просто зонировать время. А дальше, исходя из этого, ты просто сравнишь, где больше удовольствия, где больше рисков, где больше дохода, где больше кайфа от жизни, где больше свободы и так далее. Дальше уже для тебя будет, можешь сравнивать. Еще очень много людей хотят в своей мечте осуществить, ну типа вот таких проектов и других, не понимая, что потом принесёт это дело. Ну это да, это же одно другое развивает, там уходишь нужных людей здесь, там… Я иногда говорю, ну давай так же зонируем, но и зачем, ну то есть как бы не то, что зачем. Я говорю, давай здесь заработаем денег, ну потратишь деньги на эти, на свои открытия, потому что тебе, я чувствую, много надо. Ну 100 тысяч уже потратил, просто. Смотрите, какие есть еще вот вопросы по закрытию сделки? Света, у меня еще вот такие ситуации часто тоже, ребята, которые в найме работают, хорошо зарабатывают там 70, 80, там 100 тысяч. И вот они, вот буквально в субботу прошлой была встреча, парень, говорит, слушай, у меня сейчас там карьера прет вообще, там вот я там, у меня такая большая ответственность, я вообще даже не представляю, где мне на это время. Я после работы, у меня, блин, трое детей, это в сад, там на футбол. Он говорит, ну неинтересно, но я не знаю, человек не может с приоритетами определиться, вроде и там отказаться не может, потому что там прет. вот, и здесь интересно, говорю, деньги, я понимаю, там через какое-то время там и знаю, я вообще смогу уйти. Ну вот он туда-сюда тоже вот так вот мечется, и не может времени просто на это выделить. Реально, потому что есть работа и семья, и когда вот это, я сама в такой ситуации была. Смотри, получается, нет времени на что-то неважное. То есть, если человек говорит о том, что у меня нет времени, это значит, что он не понял ценность. Дальше ты говоришь о том, что смотри, ты знаешь, у нас есть ряд людей, которые начинали точно так же, как ты, которые работали и зарабатывали хорошие деньги, там и 70, и 100, и 150 тысяч в месяц заработали в найме, да. И они, когда начинали, то есть они не уходили со своего проекта, то есть они изначально начали заниматься тайгой, у них все поперло, и после этого они уже, когда уже пошел здесь результат, они оттуда уже ушли. То есть я же тебе не говорю, давай все бросай, просто смотри, если этот человек уже зарабатывает такие деньги, я предполагаю, что это волчонок, который работает за процент, который там либо занимается продажами или руководитель отдела продаж, или что-то еще. Тебе нужно просто показать, потому что смотри, здесь по сравнению просто, то есть ты здесь делаешь ту же самую работу, как ты делаешь там. Просто там ты работаешь, и, например, сегодня ты тут работаешь, то есть ты, и деньги здесь ты зарабатываешь, но в случае, если вдруг по какой-то причине, так получится, что, например, ну три месяца ты не сможешь работать по какой-то причине, или ты уйдешь в другое место, все, что ты здесь сделал, ты от этого дальше пассиву, то есть дохода имеется остаточного не будешь. В отличие от этой компании, здесь ты делаешь ту же самую работу. Ты зарабатываешь деньги уже прямо сейчас, согласно нашим маркетинг-планам, уже за те же действия и уже зарабатываешь сравнимые деньги. Ты можешь даже в первый месяц заработать здесь столько, сколько ты зарабатываешь там. Там ты делал карьеру, чтобы выйти на 70. И тут ты в первый месяц, в принципе, у нас есть ребята, которые в первом месяце эти деньги заработают. То есть в первый, второй, третий месяц уже можешь на эту сумму идти. Дальше получается, ты независимо от того работаешь, или на три месяца ты уехал куда-нибудь на Бали, или в Таиланд, ты с этого будешь иметь пассивный доход. Видишь разницу просто? Фактически здесь твоё. Затык, наверное, знаешь, затык именно в старте, то есть человек понимает, что в перспективе я могу, я верю. Я прекрасно понимаю. Вопрос не в старте, вопрос именно на старте уже за первый месяц, если ты включишься и будешь работать здесь прям активно, то ты сможешь заработать даже в первый месяц, то есть у нас есть примеры, когда ребята заработали в первый месяц 179, это больше, чем в 2,5 раза больше, чем там он зарабатывает на той рабочей, за первый месяц. Они при этом были в найме или другая была ситуация? Они в найме были при этом? Нет. Ну то есть в найме, например, Максим Сарёв, он работал в найме, после работы проводил встречи, и в первый месяц он заработал там больше 70 тысяч, 70-80, в первый месяц. Кирилл, наверное, так же. То есть, поэтому получается, если такие примеры есть, значит это тоже возможно. И ты можешь показывать эти примеры, ты можешь говорить о том, что ты… Я тебе предлагаю разобраться, понюхать, потому что, понимаешь? Здесь, если, например, тут ты работаешь, и, допустим, сколько ты будешь зарабатывать, если ты будешь, вот сейчас ты будешь эффективно, да, и ты, например, зарабатываешь 70, ну, допустим, ты будешь работать ещё больше, ещё больше эффективен. Допустим, ты будешь зарабатывать 200. При тех же усилиях у нас ты будешь зарабатывать 500, 700, миллион. То есть разница просто на порядок. Поэтому я тебе предлагаю, давай еще раз разоберешься. Потому что я тебе не зову, чтобы ты зарабатывал здесь 70, даже 100. То есть если человек зарабатывает 70, то он ради 70 не пойдет. Он пойдет сюда ради 500, ради миллиона. Потому что это другой порядок. Выйти на новый, на другой качественный уровень жизни. И пойти в тусовку тех людей, которые уже зарабатывают. Тебе нужно говорить, смотри, если ты хочешь зарабатывать, ну то есть как один из аргументов, если ты хочешь зарабатывать 200, тебе нужно окружить себя теми людьми, которые уже 200 зарабатывают. До тех пор, пока ты будешь общаться в кругу тех людей, которые зарабатывают 50, 70, ты будешь зарабатывать 50, 70. Если ты сейчас находишься в круге людей, которые зарабатывают 20, 30, ты так и будешь в этом круге находиться. Если ты хочешь выйти на уровень дохода 500, тебе нужно общаться с теми людьми, которые зарабатывают 500-700 миллионов, потому что ты будешь подтягиваться до их уровня. Поэтому я тебе предлагаю погрузиться и начать общаться с теми людьми, которые реально зарабатывают. Давайте с этим людьми познакомлю. То есть тебе нужны, знаешь, здесь вот как на чашу весов ты накидываешь еще аргументов, если один не подошел, другой, третий, с третьей стороны, потому что у людей разные мотивы. Ты смотришь с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, да, что для него будет ценно, потому что человек приходит сюда для того, чтобы свои мотивы удовлетворить. У меня еще была такая встреча, была с девочкой, которая волчонок Левелат. Она зарабатывает 500+, в Москве, она вот в постоянной комнате тебе даже рассказываю, то есть тусовки, командировки, то есть вот это все для нее. Ее не интересует доход там 80 или 200, то есть ее интересует сразу от 200, но при этом она не хочет заниматься бизнесом, она хочет вот тупо на продукте выезжать. Я ей, конечно, объяснила, сколько продукта ей нужно реализовать в месяц, чтобы она получила вот эту свою розничную премию 200 тысяч. Вот и про битваки, и про все, ну вот ее как-то не впечатлило количество, сколько нужно продать. Не, ну конечно, то есть получается, смотри, здесь нужно говорить не об этом, да, а ей нужно говорить о том, что, то есть сколько ты реально хочешь. А она говорит, я хочу 200, а ты говоришь, 200 это потолок того, что ты хочешь? Она скажет, нет, вообще я хочу миллион. Ты скажешь, отлично, а миллион тебе зачем нужен? То есть опять же мы выходим на мотивы. Потому что получается, что в данном случае ты ей расписала рационально, сколько ей нужно продать продукт, она посчитала, сколько нужно провести встреч, сколько ей нужно, где мне нужно брать таких людей, и ты показала, что в принципе это, наверное, не сильно реально зарабатывать 200 вот таким образом. И она такая думает, да нафига мне столько, ну то есть еще неизвестно, продам, не продам. А если ты ей покажешь вообще, ну то есть она говорит, мне, например, 2 миллиона, то есть мне 200 тысяч, ну мне интересно 200 тысяч, ты ее сразу спровоцируешь. А 200 тысяч – это вот максимум, сколько ты хочешь зарабатывать? Это прям то, ради чего ты готова прям все бросить? Она говорит, ну, вообще-то я хотела бы зарабатывать 500». Так, говоришь, а 500 тебе зачем? Она говорит, ну, если бы я зарабатывала 500, я бы вообще не ходила бы на работу, я бы жила там… А как бы ты жила? Расскажи мне, что бы ты хотела? Я бы уехала куда-нибудь там в Тайланд, или я бы уехала вообще в Америку и жила бы там? Да, там? А ты хотела бы работать дистанционно? Живя в Америке или там в Таиланде, или там на Бали, или еще где-то? Как бы ты вообще жила? Она там, о, а ради этого ты готова была бы построить свою структуру? Смотри, ты же можешь работать сама, занимаясь продажами, а могут работать люди, просто используя продукт для себя. Просто получается, что давайте я расскажу, как деньги здесь зарабатываются, что на самом деле тебе не обязательно самой заниматься продажами. Ты можешь, конечно, понятно, что все построено на продукте, понятно, что через продукцию делается, но основные деньги ты будешь зарабатывать тогда, когда будет большое количество людей, которые будут есть этот продукт. Просто для себя. Внутри, может быть, своей же структуры. И плюс еще они будут немножко продавать. Давай я тебе как расскажу. Я уверен, смотри, давай я тебе покажу, как это возможно, давай начнем. Понимаешь? Поэтому получается, что не всегда рацию, то есть ты ей развернула ответ и все. Ну, то есть это просто, а если она его не купила, значит, смотрим, продолжаем. Она как раз и говорит о том, почему она не готова заниматься бизнесом, потому что она сегодня в Куршавере, завтра она где-нибудь там. Ну, вот именно. И тогда, значит, если она в Куршавеле, а завтра она где-нибудь там, значит, ей нужно организовать бизнес. Значит, это вопрос не в том, что она будет это ручками делать, а вопрос в том, что она организует структуру, которая будет это делать. Ну, мне тоже нужно сейчас включиться и потратить время. Подожди. Это значит, что нужно ей донести ценность, что она получит. А ради этого, когда я найду, понимаю, зачем мне это надо, я найду и время, и деньги, и все остальное. А когда я не понимаю, ради чего, ради этих 200 тысяч, зачем я буду что-то делать, если я и так сейчас зарабатываю. Ну, вот да. Я не хочу отказываться от чего-то, от того, что важно мне, потому что я не понимаю, что я за это получу. А если ты показываешь, что я получу вот это, вот эту звезду, вот эту мечту, я буду жить вот такой жизнью, ради этого, да, я готов поработать. Понимаешь? Просто вторая встреча происходит. Ну, вот, тебе, соответственно, нужно найти ту мечту, которая есть, да, и показать, каким образом она к ней придет. Давайте подытожим, да, потому что у нас время уже там подходит к концу. То есть получается, что если говорить про, ну, по итогу, да, про тему завершения сделки, первое, мы не можем завершить сделку по телефону. Нам нужно в любом случае с человеком встретиться. То есть эту встречу нам нужно назначить раз. Второе, мы ищем человека, который будет зарабатывать здесь миллион рублей. И мы именно, и поэтому нам важно, чтобы с этим человеком встретиться, потому что, может быть, он до конца еще не понимает, может быть, он сомневается, может быть, что-то еще, но это правда важно. И поэтому мы ищем способ для того, чтобы с ним встретиться и проговорить там тоже те вопросы, которые у него есть. Дальше мы с ним встречаемся еще раз, и мы говорим о том, что расскажи, какие у тебя мысли. Исходя из того, какие мысли, мы, исходя из этого, у нас будет идти диалог. Получается, что на второй встрече нам, опять же, нам важно, с одной стороны, рацию, у нас должны быть аргументы, ответы на те вопросы, которые у него есть, рациональные. Это может быть по поводу маркетинг-плана, да, это может быть вопросы по поводу самого продукта, по поводу изготовления и так далее. Это могут быть вопросы, связанные с тем, как он будет получать деньги, да, там, выводить эти деньги, как он будет строить систему и так далее. То есть у вас должны быть, с одной стороны, рациональные вопросы, с другой стороны, да, то есть мы ему должны показать картинку, ту, которую он получит. То есть мы ему должны допродать идею. И поэтому, получается, нам наша задача, опять же, вот, чтобы у нас было доверие, Наша задача знать его мотивы, может быть, их еще раз актуализировать. Наша задача с ним разговаривать, да, и ответить на те его вопросы и возражения, которые у него есть. И дальше сказать, ну что, давай начинаем. Ну что, прямо сейчас готов активироваться? То есть какой вариант входа выбираем? Давай, ты сейчас делай вот это, вот это. И, соответственно, ты активируешь контракт, я тебе даю ссылку, начинаем работать. Давай, окей, окей. И, соответственно, вот начинаем. Поэтому и этот вопрос, да, очень важен, чтобы мы человека именно довели до логического завершения. То есть если человеку недостаточно одной встречи, а второй встречи, значит, мы продолжаем, да, то есть мы ему даем столько, может быть, ему нужно еще дополнительные варианты, да. Значит, мы его пригласим на клуб, значит, мы его пригласим на региональные события, может быть, на один клуб, на другой, на третий. То есть получается, что мы ему добавляем, вот у нас вот на нашей, у нас есть две чаши весов, мы, значит, на эту чашу весов докладываем, докладываем, докладываем ценность, которую он получит. И в результате получается и туго, когда он получил достаточной ценности, у него уже много аргументов в сторону тайги, и он тогда включится и примет решение работы. Поэтому, если вы хотите, чтобы он включался, значит, давайте ему ценность и ведите его просто. Давайте ему свою руку, давайте пойдем со мной. Можно вопрос задать? У меня как раз сейчас едет еще одна акцентка, она плавала сюда, встречу с соседней кофейной, у тебя есть сейчас время? Нет, у меня встреча, у меня все расплесено. Ну ладно, сама провела. Да, ну все, ребят, да, спасибо. Спасибо. Спасибо.